всем привет дорогие друзья я хочу вам сказать то что я покрасил машину и она выглядит очень круто конечно она сейчас грязная потому что идет сейчас дождь но машинка цвет поимела короче расскажу вам немножко то почему и где и как мне ее покрасили и какие косяки сейчас вылазят расскажу вам такую предысторию короче передние крылья раньше были не в цвет они были ярче и насыщеннее чем капот и двери все остальное они конечно же делались предыдущим хозяином до этого машина не была битая я почему начал красить машину потому что вот здесь очень начала все гнить я сейчас поставлю вам видеозапись где я отдавал машину на ремонт уже непосредственно все это будет ставить но вы не все будет хватать все заеблись раньше вот в этих местах очень было много ржавчины здесь когда открываешь дверь тоже было вот здесь все ржавое было вот эти вот места сейчас эти места все промовилины все двери внутри промовилины все промовилил сделал здесь все вот так вырезалась полностью все меняло все украсилась под один цвет но есть конечно косяки по поводу обклейки вот этой стойки мне закрыли стойку и она вот отклеивается это конечно неприятно но это можно еще сделать это перекрыть ну тысяча рублей на будет стоит также с этой стороны все переделывать все вырезалась все ставилось новый ремкомплект называемый есть и вот это дверь то же самое делалось но здесь мы не маляр плохо очень сделал вот видите пошла от фигня это все он будет переделывать вот еще тут есть маленький косячок который маляр тоже пропустил и я ему отвезу он все будет переделывать но это такие маленькие уже доработки будут качестве недочетов и переделок и у меня еще для вас очень грустная новость после покраски проехав две недели стою в пробке и меня залетает камаз очень неприятная история представляете только покрасил машину две недели прокатался и вот такой вот результат водитель команда сказал я посмотрел что все поехали ну я поехала меня он не заметил а машина была чистая намытая на полированной боли вот такие вот фигни он не оставил и тут вмятина хорошо что оцинкованный багажник и ничего с ним не будет самое плохо что когда ударил вы здесь занималась здесь чуть замела ничего страшного это все выгибается и здесь и замела их чуть-чуть багажник ушел потому что по фарам видно что немножко багажник ушел вышел вот он и бампер под замену мне страховая написала ну они покрасятся сделать все будет нормально до этого у меня не было накладок на пороге и я решил все поставить сразу вот накладочки влетели прям как зачетные накладки блин дорогие 4000 рублей накладки стоит ну смотрится прикольно и спойлер спойлер решил одни брать не от мпс ки от спорта он намного симпатичней смотрится также вывели сюда тормоз соответственно все горит и работает отполировали задние даже пары они вообще как новые просто на вину они сейчас грязные конечно потом по результатам я решил дальше дорабатывать машину и что же я начал делать я конечно начал ставить себе головной свет сюда мы засунули ходовые огни поворотники теперь когда включают габариты они горят включать поворотник они тухнут и горят но тоже прикольно смотрится я покажу потом поставили новые лет линзы светит на 10 раз лучше чем обычный стандартный свет ну и те уже линзы были выгоревшие так что это нормально и противотуманники засунул дорогие лампочки также с этой стороны все сделали хорошо аккуратно ничего не троит все моргает все светит изумительно все работает посмотрите как выдает линза и как она выглядит очень прикольно такое буква т м чуткая горизонтальная линия прям отлично также здесь против туманки соответственно с этой стороны далека смотрится вообще просто пушку просто пушку также я конечно же поставил себе музыку как же без музыки я поставил android с вай фай ютюбом с блютусом так как у стандартных машин этого нет обычно это головное устройство эти и плюс поставил печал герц 2000 рублей стоит поменял все колонки поставил ттшки штатные места ттшки можно подключить через усилок вообще смело и самое главное я поставил моноблок на один киловатт ну и конечно самое хорошее что я здесь делал это я поставил сап сап пишет один киловатт но я думаю что пятихаточку он выдает и соответственно уже сразу багажника нет провода конечно на поменять или что-то не очень еще один такой прикол видите до сих пор на зиме потому что у меня стояли секретки и соответственно я потерял гайку ну это меняет все что можно было ожидать ну и нам пришлось ее выбивать и я выбил ее одна галька 1000 рублей выбивали наверное два часа все четыре гайки мы выпили пели вот думаю секретки я больше ставить не буду хочу эти гайки тоже поменять из последнего что что я сделал я поставил диски тормозные вентилируемые 3500 диск и тормозные колодки техностар по называет а диски d на d что-то там не помню очень круто тормозит раза в три лучше тормозить чем тормозили еще мне такой прикол произошел то что я отдал супруги на два дня машину ехал на другой и соответственно без крышев не произошло приезжаю на дачу и вижу такую картину то что у меня разбитое лобовое стекло лобовое стекло 2003 года она с рождения этого автомобиля машина выпустила 2004 году просто обидно то что заводское было лобовое и вон нафиг теперь она лопнула у меня еще была сдохшая лямда зонт и горел чек по лямбде соответственно поменял лямбду и она перестала жрать так бензин бензина она жрала где-то 14 литров на сдохшей лямбде сейчас где-то 10 9 я когда заправлялся даже 100 не проезжал а у меня с полного бака уходила уже за четвертинку еще забыл рассказать вам самое главное я поменял сцепление но произошел маленький конфуз все нормально и поменял сцепление рычаги лямбда там ну короче все по полной программе выезжая сервиса там включаю заднюю нормально выезжая сервиса первую передачу включая начинал ехать и первая передача сцепа вылета на это хуйня гуляет блять чё за пиздец я на первой передаче она у меня зависла и все на я не могу ничего сделать они сука уже закрылись на как блять не ехать на первую передачу домой блять у меня как-то застревает первая передача я не знаю как я рычаг двигают 1 2 1 2 3 а у меня на на 1 и все больше ничего не происходит я кое-как по мкаду развернулся на первой передаче разгонял там до 60 сцепление нажимал и катился а при этом сцепление работает но передачи не переключает потом приезжаю в сервис конечно же сервис уже закрылся потому что после работы приехал за машиной там ребята с другого сервиса подошли чуть помогли нашли в чем причина у меня слетела тросик с переключение коробки передач под капот видимо неправильно его засунули или поломали как-нибудь ну пригонял и машину нормального забрал ее уже не нормально дедовскими способами просто перемотал все стяжками еще сверху добавил изоленты чтобы вообще все держалось ну и до следующего дня я так проезд на следующий день позвонила приехал они мне все конечно сделали переделали теперь сцепление выжимается настолько легко что просто короче мне понравилось как работает сцепление но не понравился тот факт что на первой передаче просто вокруг мука дочитать прокатился разгоняя машину там до 60 скидывая ее на сцепление так в принципе в машине все полностью работает она готова к эксплуатации но осталось поменять зиму на лето такие так на не сцепление 190 там вообще ездит дай бог еще столько что проездит а стоп стоп ребят забыл вам сказать никогда вас не просил но теперь попрошу подписывайтесь на канал и ставьте лайки мне это приятно а вам всего лишь один клик вот теперь всем пока и и и и и и и и